Вы сейчас с кем разговаривали? Пока я это не выучу, рекламная пауза. Волгоградская область. Клецкая или Клёцкая? Станица Клецкая. Станица Клецкая. Так, ну хорошо. Анастасия, вперёд. Тема нашей сегодняшней игры, я уже говорил об этом, это слоны. Кое-что из жизни этих животных. Вот задание на третий тур. В историю науки вошёл немецкий теолог и философ Альюэрт фон Больштетт Великий. В одной из своих работ он составил интересную характеристику животных как символов человеческих достоинств и пороков. Воробей в этом списке символизирует беспечность. Червяк – подлость. Собака – преданность. Что олицетворяет слон? Вот, собственно, и всё задание. Пока вращается в барабан по традиции, идите сюда. Какой очарованный. Невероятный. Здрасте. Очень приятно. Как вас зовут? Саша. Саша. Это ваша мама? Нет. Кто это? Тётя. И часто вы бываете у тёти? Нет. Первый раз? Нет. То есть вы тётю хорошо знаете? Да. Тогда расскажите нам о ней. Нам же невероятно интересно, кто стоит за барабаном по лече. Человек взрослый. Да. Спасибо. Я не ошибся. Так что мы узнаем о тёте из ваших уст? Она живёт в Чебоксарах. Потрясающий рассказ. Я не ожидал так много услышать о тёте. Просто буквально вы меня поразили. Ну, она живёт в Чебоксарах. И что? Может, она ещё работает в Чебоксарах? Да. Кем? Не знаю. Это ваша тётя? Да. Вы у неё бываете? Да. Скажите, пожалуйста, может быть, у тёти какие-нибудь достоинства есть? Например, она хорошо готовит или поёт? Готовит хорошо. А что она хорошо готовит? Всё. Что всё? Вот вы что? Приходите к ней, вы что едите обычно? Суп, картошку. Опять? При этом я даже знаю, а суп из макарон? Нет. А из чего? Квасолевый. Какой? Квасолевый. Ах, вы готовите ребёнку квасолевый суп? Ну, чуть позже вы поделитесь рецептом квасолевого супа, потому что вы единственная. И вы прямо-таки просто едите эту квасоль? Да. И как она вам? Нормально. Она вареная. Вареная квасоль. Ну, это бывает, да. А скажите, пожалуйста, вы в каком классе? В пятом. Ага, вы уже в пятом классе. 350 очков на барабане? Буква. Буква? А. Паразитная история, я забыл задание. Не можете ли вы напомнить нам задание? Вы устали там сидеть, Алина? Что вы хотите? Вы что хотите? Что ты хочешь-то? А я знакомый с мамой. Вы хотите меня познакомить с мамой? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отбросим все, что мы говорили про... Симболизирует слон. И вы сказали, буква? Буква. Буква А. Нет, неверно, такой буква здесь нет. Я прошу вас, вступайте, пожалуйста, в игру. Вращайте барабан. АПЛОДИСМЕНТЫ В моей семье живет собака Ньюфаундленд. Большая, огромная. Начало. По кличке Шейла. Да. Она, кроме того, что дает нам много радости, она еще нам дает ценную шерсть. Так вот, можно я вам... Сейчас зима у нас будет голодная. Я вам подарю от нее подарок от Шейлы. Вы подрали собаку? От Шейлы, можно? Начало не... Да. Пожалуйста. Связала специально. Сама спряла, сама связала. Вот такие носки теплые. Носите, пожалуйста. Это что, собачьи носки? Собачьи, да, настоящие, водолазные. А еще клубочек. Если вы их сотрете, то еще довяжете, еще будете носить. Это из Шейлиной шерсти? Из Шейлиной шерсти, да. Такие чудесные, очень теплые. И лечебные. Потрясающе. Такое подарочное. Это что-то невероятное. Шейла, огромный тебе привет от всего поля чудес, от независимой телекомпании «Вид», от первого канала общественно-российского телевидения. Хорошие были носочки. Сто очков на барабане. Буква? Е. Абсолютно верно. Такая буква здесь есть. Откройте нам, пожалуйста, букву Е. Я обязан спросить вас, может быть, сразу назовете слово. Нет, конечно. Прошу вас, вращайте барабан. Вращайте барабан. Ну и если вас не затруднит, окажите нам честь, несколько слов о себе. О себе? Ну, семья у нас маленькая. Вы одна? Я, муж и собака. И Шейла. И Шейла. Так. Сын у нас взрослый, служит пограничником. Так, серьезно? Да. Он уже женат. У меня уже внучка есть. Два годика девочки. Замечательно. А муж спросите, вас чем занимается? Муж военнослужащий, пенсионер. А вы? Чернобылец был. Я? Да. Я библиотекарь. Ну, у меня очень много еще всяких специальностей. Каких-то каких? Мы по гарнизонам ездили много. А, я понял. И поэтому... Я понял. Надо было где-то работать. Тем не менее... Ой. Вы меня извините, ради бога, но это небольшая грусть, переход хода. Прошу вас. Прощайте, пожалуйста, барабан. Ваш ход. Слушайте, вы знаете, что я вам должен сказать? Я не очень в этом понимаю, но одно я знаю точно. Вы абсолютная казачка. Это совершенно точно. Это дело даже не в одежде. Как вас зовут? Аня. Аня. Я прав или нет? Вы казачка? Да. Точно. Красота. Идите сюда поближе, если не трудно. Чуть-чуть поближе ко мне. Это ваш папа? Да. А. Ну и давайте традиция неизменна. Вы нам сейчас все про него расскажете. Чем занимается, как вы живете, что хорошего. Кстати, плохого вообще ничего нет. Да? Да. Так, ну рассказывайте. Папа работает электриком в больнице. Папа работает электриком в больнице. Так. Замечательно. И что он делает дома? Обедает. Кто готовит обед? Мама. Мама хорошо готовит? Да. Так, не дай бог. Что мама готовит папе? Щи. Фу, легче. А на второе? Ничего. Но, слава богу, хоть не картошку, потому что это было бы нелепо. Значит, отец целыми днями ест щи? Нет. По воскресеньям? Отдыхает. От щей. Понимаю. Вот если так сойти с ума всю неделю есть щи, конечно, в воскресенье он отдыхает. То есть он вообще воскресенье не ест? Ест. Что? Щи. Ну? Блины. Блины. Вот. Ха-ха. Наконец-то. Сектор капитал. Хотите рискнуть, можете отказаться. Как хотите. Отказываетесь? Да. Вы отказываетесь от капитала? Конечно. Тогда букву назовите. О. Буква? О. О, верно. Такая буква есть, откройте она, пожалуйста, букву О. Такая буква есть. Открывайте. Буква О. Раз. Буква О. Два. Замечательно. Спасибо вам большое. Назовите слово сразу или будем угадывать по буквам? Вращайте, пожалуйста, барабан. Насколько я знаю, казаки поют. Вы умеете петь? Да. Будете петь? Да. Давай. Пчелочка золотая, что же ты жужжишь? Пчелочка золотая, что же ты жужжишь? Жужжишь. Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Лихо. Вы знаете, опять посередине. Вы какой сектор хотите выбрать? Сектор плюс или с точком? Естественно, понимаю. Вы имеете право открыть любую букву в этом слове. Любую. Откройте, пожалуйста, первую букву. Откройте нам, пожалуйста, первую букву. И поскольку она повторяется, мы открываем и эту букву. Вы наградите слово сейчас сразу. Да, добродушие. Абсолютно верно! Добродушие! Мы аплодируем третьему финалисту Капитал Шоуа Поля Через. Всем игрокам третьей тройки. Кто из вас что хочет сказать, нельзя. Давайте. Вы можете идти к папе. Я хочу еще выезти. Пожалуйста. Что же вы все забываете? Да. Да. Я приехала из Мценска. Мэр города. Связал этого салфетку? Это нет, это не он. Это он подарил. Мценск, старинный город, он старше Москвы. Мэр? 850 лет. Нет, город Мценск. Он просил, да, Александров, чтобы я вам повесила. А это, ну это на девушку надо вешать. Это такая пелерина. Связали девочки. Как люшкинское вот такое изобретение. Называется лотос. Ну, и подарки. Очень хорошо. Спасибо огромное. Прошу вас. Вы каждый раз туда ныряете, я вздрагиваю. В Чувашию без этого не едет никуда. Пожалуйста. Поразитная история, честно слово. Знаете, я хотел вам сказать, что это не только в Чувашии. Запивают этим. Что это? Пиво. Это пиво. Нет, пора, пора в наркологический диспансер. Абсолютно. Поставить барабан там. А закусывают этим. Ох, спасибо. Какие щеколадки. Ох, спасибо вам огромное. Мне очень хочется сказать вам, что все передаю в музей Поле Чудес. Нет. Посмотрите на эти глаза. Вот посмотрите на это лицо. Дойдет что-нибудь из ваших щеколадок до музея? Возьмите. Куда? Всех буду угощать. Это провокация буквально. Зачем вы это делаете? Возьмите. Может, я ту хотел. Ой. Возьмите. Она опять стоит с голодными глазами здесь. Возьми. 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 Последний раз видишь конфетки. Посмотри на лицо этой тети. Посмотри. Ну вот, собственно, и все. Прощайтесь с конфетками. Я бы еще хотел поблагодарить. А я бы еще как хотел. Хорошо, хоть это есть. Что-то я звеню. А, нет. Это и организатор моей поездки. Фирму и генерального директора Ермолаева Олега Федоровича. И передать ему и всем его сотрудникам большой привет. Это передали мои земляки вам. Василий Милованов, привет. Серафимовича. Виктор Иванович, привет. Сейчас еще, секунду. А это вам портошное молоко. Не знаю, пробовали вы его или нет. Что это? Его готовят каким образом? Сейчас объясню. Вылаживают кислое молоко в кальсоны. Завязывают штанины. И подвеживают на веревке. Жидкость стекает. Это остается. А человек при этом же орет. Кальсоны чистые, впрочем. Нет, я так понимаю. И он так висит, и... Кальсон одеет. Он спит. Так вот. Кальсон у нас называется портки. Поэтому он называется порточное молоко. И это едят. Нет, с водичкой разводят. И получается, Ириан, может слышали напиток такой? Стакан воды в студию. Нет, это я пока не попробую. Я никогда ничего из кальсон не ел. Теперь мне просто интересно, что может быть в кальцонах, кроме того, о чем я знаю. Дайте сюда стакан воды. Оказывается, есть же другое использование кальцо, не только что, а вот, но много вытекло. Извините, пожалуйста, я хочу проконсультироваться. Мать, отец, привет. Я хочу проконсультироваться. Поскольку воды здесь не допросишься, они чай принесли. Можно это в чай разболтать? Без заварки. А то что будет? Горячий Ириан. Чего? Горячий Ириан просто будет. Дай сюда. Сколько? Да пару ложек. Здесь половина? Пару ложек хватит. Пару ложек. Дай одной хватит достаточно. Нет, две уже сказали, нечего экономить. Так. Размешаю. Так? Да. Если вас не затруднит, я не все помню про кальсоны. Давайте еще раз, сначала. Вывешивают, стекает жидкость молока, потом выскабливаются кальсоны. То, что осталось. И ложат в баночку на длительное охранение. Ассоциации, конечно, совершенно не те. Корова, когда не дуется, не дуется корова, люди пользуются этим молоком. А можете мне объяснить, а почему выбран именно этот предмет туалета? Это в рубашке не получается? Это пошло со старины. Ну, сейчас... То есть, должны быть нормальные, выдержанные кальсоны? Желательно. Понял. Слушайте, а у меня здесь все свернулось. Миксером лучше. После кальсон я хотел задать вопрос, что вы имели в виду под словом миксер. Размешать. Сейчас, одну минуточку, я сейчас это разболтаю. А еще вопрос. Тот, кто это пьет, тоже должен быть в кальсонах? Ну как? Я знаю, на что это похоже. Это на Иран похоже. Ну, по казачьей ряне. Да. Очень похоже. Очень похоже. То же самое. Очень вкусно. У нас так происходит. Вот это с бодуна, наверное, хорошо, да? Отлично. Да? Когда просыпаешься утром в этих кальсонах, то, конечно, и класс. Так. Так мы аплодируем же третьему финалисту. Капитал шоу «Полище» всем игрокам третьей тройки. От фирмы «Домино». Подарки в студию. Вот все, что вы слышали до этого, рекламная пауза. И вновь в эфире капитал шоу «Поли чудес» игра со зрителями. Вот этот приз победителю от «Домино». И «Домино» приглашает вас на рождественскую распродажу. Вот этот специальный приз получит тот, вот этот набор изумительного постельного белья. И эта маленькая коробочка «Домино». Получит тот, кто ответит мне вот на какой вопрос. Назовите фамилию человека, который в 1862 году начал вывозить слонов из Судана и продавать их торговцам с животными. Пусть будет так. И это, конечно, это Казанова, как это не покажется странным. Я прошу вас выйти к нам сюда. Эти аплодисменты адресуются вам. Вам, победителю игры со зрителями. Мы рады приветствовать вас. Как вас зовут? Ага, победителю. Дмитрий, Дима, кем вы работаете? Пенсионер. Ну, Дим, вам, как пенсионеру, вот этот набор постельного белья. Ну и поскольку вы пенсионер, так это «Домино» вам подойдет, как никому другому. Будете лежать на этом замечательном постельном белье и играть в «Домино». Так, с вас пауза рекламная. Что вы говорите? Даже не очень и в цирке. Самое интересное, что им так нравится это, что слоны – симулянты. Просто на самом деле изображают из себя больных вот столько, сколько могут. Им до такой степени нравится это лекарство. С сахаром, кстати, делается. С сахаром. Сейчас мы все угадаем. Ну, тут я понимаю, что вы выбираете сектор плюс. Сектор плюс на барабане. Какую букву открыть? Первую. Первую. Будьте любезны, откройте первую букву. Это слоновье лекарства. Вы назовете слово сразу. Или будете вращать барабан. Пять секунд на размышление. Прошу вас. Вы хотели что-то сказать? Да, привет. Да, пожалуйста. Я хочу передать привет Франциню Куинову Ивану Васильевичу, генеральному директору Белянскому Андрею Дмитриевичу, главному инженеру, коллективу цеха подготовки ремонтов, где я в последнее время работал. Большой привет во главе с начальником цеха Мишковым Александром Ивановичем. 750 очков, я надеюсь, что сейчас вы назовете букву. Л. Какая? Л. Пожалуйста. Я прошу барабан, чтобы передать привет моей семье, господину Затикану, декану факультета Рудику Григориану, большой привет. Всем моим друзьям, всем, кто за меня болеет, любит и кого я очень люблю. Поздравляю любимую жену с днем рождения, желаю во главе со мной крепкого здоровья, счастья. Вот это гениально, правильно. Она хочет стать историком-археологом, чтобы она открыла многие старинные города. Я вас всех люблю очень. Сектор капитал. Р. Тихо только, спокойно. Рафаэль. А? Буква Рафаэль. 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 Это хорошая, красивая буква. Пусть она будет в этом слове. Буква Рафаэль. И вновь у меня к вам вопрос. Вы назовете слово сразу. Чем лечат слонов? От простуды, от желудочного недомогания. Грик. Грик. Вы ошиблись. Грок. Грок. Конечно. Грок. Варят с сахаром. Они обожают их. Горячий Грок. Грок. И мы аплодируем победителю. Капитал шоу Поле Чудес. Всем игрокам. Финальный вактура. Ну что. Друзья мои. Мы счастливы вам аплодируем студию. Благодарны за то, что вы приехали к нам на программу. Спасибо вам большое. Я хочу остаться с победителем один на один. Садитесь, пожалуйста, рассаживайтесь. Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. У вас есть возможность. Слушайте. Просто потрясающе. У вас ноль. Я даже не рискую предлагать вам супер игру. Потому что я не знаю, согласитесь ли вы. Отказываюсь. Отказываюсь. Правильно. Итак, я предлагаю вам сыграть со мной в супер игру. Ну, конечно. Конечно. Супер призы. В студию. Супер призы сегодня предоставлены фирмами Домино и партия. Итак, разыгрывается набор посуды. Обратите внимание, вот он перед вами. Вот. Вот в этом сундучке набор посуды. Компьютер. Вон он стоит. Смотрите, я буду говорить, они все стоят на горке. Стиральная машина. Двухкамерный холодильник. Вот тот большой голубой холодильник с птицей. Домашний кинотеатр. Вот этот самый, который вот там стоит и вертится в нем наш барабан. И, наконец, вот эта мягкая мебель. Вот этот набор мебели. Все это достанется вам. Кстати, у меня к вам вопрос. Вы знаете, могу ли я вам задать вопрос? Я хочу следовать вашему желанию. Папа может вращать барабан, и судьба укажет нам, какой супер приз будет разыгрываться в нашей супер игре. Но, может быть, лично вам так нравится что-то, что я готов по вашему желанию оставить один приз. Посмотрите. Вот что вам нравится здесь больше всего? Компьютер. Компьютер. Пошли обратно. Тут я должен посоветоваться с папой. Я готов, пожалуйста, я готов оставить один супер приз по ее желанию. Компьютер, так компьютер. Итак, супер игра. И по желанию игрока супер приз компьютер. Итак, вот задание на супер игру. Вопрос. Кто написал поэму «Слоновый туман»? Там есть такие строчки. Я помню... Это, естественно, перевод. Но, тем не менее. Я помню, кем я прежде был. Мне цепь моя тяжка. Я помню всю лесную жизнь и силу юных дней. Я не хочу служить, как раб за ворох тростника. Я ухожу домой к зверью, подальше от людей. Пять букв. Назовите. О. О. И. И. П. П. Н. Н. К. К. Киплин. 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 Верно. Верно. Это ваш компьютер. Этот компьютер ваш отец выиграл. Берите, это ваш компьютер. Я поздравляю вас от фонда «Символ России-2000». Приз в студию. А в этом конверте приглашение встретить 2000-й год в Москве. Вам оплачивается дорога и гостиница. Прошу вас. Приходите на рождественские распродажи фирмы «Партия» и «Домино». И больше ничего я вам не пожелаю хотя бы на эту неделю. Дай вам Бог здоровья и счастья. Продолжение следует...